Всем привет! Я буду делать конфеты из детского питания. У меня вот такое детское питание. Умница. Умница, значит. Они вот в таких мешочках внутри я уже вытащила. Ингредиенты будут разные. Кокос, орехи внутри и шоколадную такую какао. Ну, какао. Все этапы покажу, как я это делаю. А, еще ванильные. Все этапы покажу. Сейчас, в принципе, подогревается молоко и масло немного я делаю такое, чтобы как... Ну, мягкое было, как сметана. И все буду размешивать здесь. Сейчас высыплю детское вот это пюре. Не пюре, простите. Вот это детскую кашу. Умница. Сухая смесь. Две пачки высыплю. Они получаются по 250 грамм. Мне нужно в общей сложности 500 грамм. Из этой массы потом общей я потом поделю. Разные и разными, с разными начинками сделаем. И разные конфетки. Ну, как-то пока вот так. Ну, начнем с того, что, в принципе, высыпем эти две пачки вот в эту вот емкость. Забыла сказать. Самые главные ингредиенты, в принципе, вот эта сухая смесь. Молоко, масло, сахар. Я, в принципе, добавляю поменьше масла, так как... Всем привет! Начнем делать конфеты из детского питания. Значит, у меня вот такое детское питание. Умница. Три злака. Они каждой пачки по 250 грамм. Мне нужно 500 грамм конфеты на Новый год. Почему так много? Потому что я буду делать с разными начинками. Это кокос, какао и орехи. Ваниль. Поэтому будем разными смесями, разными начинками. Поэтому, значит, все покажу, расскажу. Основное, в принципе, что мне для этого нужно. Это сама каша, сливочное масло и молоко. Сахар по вкусу. Я все расскажу, покажу, в каких пропорциях я это делаю. Ну, сейчас начнем с того, что, в принципе, вот в такую тару мы засыпем две пачки этой сухой смеси. Покажу, что будет дальше. Так, вот высыпали мы эту смесь. У нас получилась вот такая, вполне такая объемненькая масса. Значит, вот такие коробки мы с вами не выкидываем. Из них мы вырезаем вот эту часть. Получается, с двух коробок у нас 4 штуки получится. И, в принципе, картон нам всегда нужен для оформления. Например, мы будем в дальнейшем с вами делать блокноты. Ну, и вообще, как бы, картон, он нам пригодится. И вот такие вот замечательные, такие герметичные пакеты, они блестят. В принципе, тоже для декорации нам пригодится. Поэтому мы тоже не выбрасываем и откладываем их в сторонку. И потом складываем в коробочку для нашего рукоделия. Вот, в принципе, у нас получились вот такие вот довольно забавные картонки. В принципе, мы можем использовать в дальнейшем, как я сказала, будем делать из них блокноты. Но это мы выкидываем. Как-то так. Так, дальше, что нам пригодится? В общей сложности нам нужно 200 грамм сахара. Обычный сахарный песок. Пачка, у меня 180 граммовая пачка масла. Пол стакана молока. Значит, кастрюлькам маленькой. Сейчас мы все это поставим на газ, чтобы сахар в молоке растворился вместе с маслом. Но, когда мы эту массу сделаем, в общей сложности, мне немного кажется, что получается конфеты жидковаты. Кому как, в принципе, для того, чтобы лепить вот все остальное. У меня, в принципе, есть еще одна пачка. Я добавлю для того, чтобы получилась такая вот густая смесь. Я покажу, какая смесь получилась, чтобы мы могли вылепить конфеты и положить вовнутрь вот такие вот орехи. Например, да. Если мы хотим и просто из какао или кокоса, то, в принципе, та смесь, которая сейчас полстакана молока, пачка масла и сахар на 500 грамм смеси, в принципе, этого нормально. Поэтому сейчас будем экспериментировать, пробовать, что получится. Ну, как бы, смотрите дальше. Все-таки я подумала, сначала я положу пол пачки масла, а то будут, наверное, жирные конфеты. Ну, посмотрю, положу сначала половину, а потом, если что, добавлю еще половину. Пока я перемонтирую пол пачки, что получится. Пока смесь. Ну, так, закинули все это, сейчас будем помешивать, чтобы все это растопилось. И потихоньку остынет, и потихоньку вольем смесь для конфетки. Пока мы положили пол пачки масла. Посмотрим, пока вот такая смесь. Вот так такая смесь получилась у нас в кастрюльке. Сейчас мы даем ей эта смесь остыть. Немного, чтобы она не такая горячая. И, в принципе, вот, видите, пол пачки я пока использовала. И, в принципе, сейчас 500 граммов смеси застыли. Посмотрим. Так, ну, смесь у нас остыла. Теперь мы вливаем эту смесь, всю сюда. И перемешиваем, чтобы получилась такая густая масса. Так, ну, вот такая, я уже даже на вкус попробовала, получилась такая густенькая смесь. Нам, в принципе, такая нужна, чтобы формировать именно кружочки. Простите, ну, очень вкусно. Формировать именно вот эти кружочки, чтобы закладывать туда орехи, кокос и всего остального. Сейчас я хочу поделить на части для того, что... Так, кстати, вот, не верьте, вот, пол пачки всего лишь масла, поэтому не пугайтесь о своей фигуре. Просто пол пачки высыпайте масла. Здесь у меня в пачке было 180 грамм. Ну, пополам я поделила, просто ножом отрезала. И, в принципе, сами высчитайте. Ну, вот, такая вот замечательная, как бы, смесь получилась абсолютно, что можно сейчас делать конфеты, лепить любой вкусноты. Так, ну, у нас, в принципе, сейчас кокос. Мы должны... Кокос. Потом мы сделаем с вами ванильный. Потом, значит, и другие у нас будет какао. И в каждой из них, которая у нас какао, просто белые, значит, с орехами. Какао и просто белые, они с орехами. Кокос они будут отдельные, ванильные отдельные. Ну, в принципе, вот эту смесь я попробую поделить пока на 4 части. Ну, как-то вот так. Сейчас поделю, и потом мы с вами посмотрим, что получилось. Так, ну, вот, поделила я на 4 части, 4 разные мисочки. Значит, начнем с того, что... Значит, давайте, вот с этой массой. Здесь у нас будет из ванили. У меня вот 2 пачечки ванили по 10 грамм. Я их сюда высыпаю. Это высыпаю. Вот так. Вторая. Это, к сожалению, неудобно, но как бы вот так вот видно, да, то, что я делаю. Так, дальше. Это у нас будет ванильный. И сейчас я все перемешаю. Так. Следующая, например, вот эта тарелочка у нас будет кокосовая. Кокосовых стружек я где-то здесь высыпаю, здесь ложки 3 столовые. В принципе, это на любителя, на вкус. Или у кого сколько есть. У меня вот на сегодня, вот на сейчас вот для конфеты у меня вот осталось именно столько. Я думаю, в принципе, этого будет достаточно. Другая, значит, у нас масса просто останется без ничего. Просто вот так как бы белая. Ну, посмотрим, может быть, мы ее чем-то сверху украсим, может быть, пудрой какой-то. Она как бы будет из пудры. Но пока, в принципе, вот оставим пока так, как есть. Так, а здесь у нас, в принципе, вот такая будет шоколадная масса. Ну, сюда мы, в принципе, тоже где-то ложки 3 прям-то хорошие. Я просто с банки высыпаю. Ну, где-то столовые ложки 3 хороший такой замес. Сделаем. Если нужно, в принципе, можно добавить еще. Сейчас вот это все я размешаю и покажу, что как, в принципе, получилось. Что за смесь. Так, ну, произошли немалые изменения в плане чего. Сейчас объясню. Вот с какао я все смешала, у нас такая вот смесь получилась. Немного суховата, но когда ее слепишь, они как бы конфетки получаются. Так, дальше пошли. Кокос мы все перемешали. Кокосую смесь немного мы оставили сверху, чтобы ее как бы обвалять, чтобы, понятно, это были кокосовые. С ванилью. Ваниль размешала, но ваниль получился у меня очень плохого качества, поэтому, в принципе, ту массу, которую мы оставляли просто без ничего, она как бы у нас, это будет и ванильная, обычная белая оставляю. А вот сюда, вот в эту смесь, которую мы оставляли обычно без какого-либо вкуса, я добавлю корицу. Я очень люблю эту корицу, и, в принципе, у нас будет с корицей. Сейчас я замесить надо, и потом буду показывать, что дальше я хочу. Ну, в принципе, вы поняли, что можно сделать любую начинку, любую добавку, конфеты с имбирем, значит, любую, там, какие у нас всякие специи. Мне даже была мысль, как бы, сделать и добавить со сладкой паприкой, но, в принципе, мне просто не оказалось ее сейчас дома. Ну, вот, как бы попробовать, поэкспериментировать можно. Ну, вот так вот. Ну, вот корица, я расстроилась, что ваниль плохого качества, поэтому получилось вот именно так. Мало пахнет ванилью, поэтому надо хорошего качества брать ваниль, тогда, чтобы получились очень вкусные конфеты. Ну, ладно, не будем отчаиваться, расстраиваться, и попробуем выкрутиться вот в такой ситуации. Так, сейчас я замешиваю с корицей конфетки тесто, и будем дальше смотреть. Так, ну, начнем. Первые конфеты я решила сделать вот с корицей, положила специально корицей. Как мы это будем делать? Сейчас мы накатаем, сделаем. У меня вот есть такие обычные, то, что я сейчас подручную, как говорится, материала нашла из-под торта, коробочку. Наложим, положим в морозилку. В принципе, они не смешаются, вкусы замернут, и все будет отлично. Разложим по вазочке. Так, вот так замесила я. Так, вот такую смесь. Значит, немного отщипываю. Я это буду делать одной рукой, будет намного медленнее и сложнее, но, в принципе, кто будет делать двумя руками, это как бы дальше. У меня вот тут, значит, три разновидности ореха. Значит, фундук, потом забыл, как эти большие называются, и миндаль. Любой, ну, пусть, допустим, у нас будет миндаль. Значит, как бы одной рукой вам показать. Значит, я вкладываю вовнутрь, ну, как обычно, стандартно, да, пытаюсь ее облепить. Двумя руками я, естественно, просто скатаю шарик, так, чтобы не было видно. Так, сейчас мы ее запрячем. Я покажу принцип, чтобы было понятно, что я обычно делаю. И потом в конце, в принципе, мы можем маленько вот так вот обвалять корицы. Корица без сахара, поэтому стараюсь понемножку. А, в принципе, если бы была корица с сахаром, то можно было просто хорошо обвалять, потому что не все любят корицу. Я очень люблю, поэтому, в принципе, я их делаю для себя. Ну, вот так вот. Потом я их вот так выкладываю. Потом один слой, сверху другой. И вот эти слои наложим. Всех, когда сделаю абсолютно всех конфет, во все конфеты я буду вот это, накладывать вот эти орешки. Кроме кокосового, кокосовое я сделаю так же. По такому же принципу, просто накатаю шарики и кокосовой стружкой их обваляю. В остальные я положу орешек. Ну, может быть, и туда я положу, но это будет видно, чтобы получилось как рафаэлка. Все будет видно, в зависимости от того, сколько орехов у меня будет. Ну, вот по такому принципу я буду сейчас делать конфеты. В конце покажу, что получилось. Вот такие получились корицы. Там внутри орехи. Сейчас сделаю шоколадный из какао. Ну, будет видно, как что. Я думаю, просто хочу сделать, наверное, просто без орехов. Может, какой-то половинц орехов, половинц без орехов. Будет видно. Так, еще такой момент. Если у вас немного суховато получилось, как вот у меня из какао, здесь я просто добавила молока. Прям столовая ложка молока добавила. Все сейчас размешаю, и уже она такая более липкая стала смесь. И как бы вот ее можно было, чтобы лепить ее можно было. Немножко суховато она получилась. В принципе, добавляйте масло, молоко, сахар, кому как по вкусу. Это, в принципе, не принципиально. Именно такое условие, как бы, сколько сахара, столько молока и сколько масла. Регулируйте сами. Ну, я вот добавила сейчас в какао немного молока, чтобы масло, ну, как бы, лучше лепилось. Ну, как-то так. Ну, вот, какао сделали. Половина с орешками, половина без орешков. В принципе, вот так вот. И сейчас буду делать ванильные тоже. Половина с орешками, половина без орешков. Ну, покажу дальше. Вот так с ванилью получилось. Половина с орехами, половина без орехов. Сейчас осталось у нас только с кокосом. У меня просто тут немножко кокоса, но в принципе, кому нужно, больше может сделать. В основном у меня кокос здесь. И для обваления больше взять кокоса и прям тщательно хорошо обвалять. Будут кокосовые, прям как рапаилки. Ну, сейчас сделаю еще кокосовые и, в принципе, все это в морозилку. Ну, вот что получилось. Вот с сложностью вот такая вот корзиночка. Сейчас еще все это закрою и положу в морозилочку. Ну, как-то вот так. Так, теперь на Новый год у нас есть конфетки. Делайте, очень вкусно. В принципе, здесь все полезно. Это в основном. Напомню, что я использовала. У меня была детская смесь, две пачки по 250 грамм. Потом пол пачки масла, 180 пополам поделите, потому что пачка была 180 грамм. Потом полстакана молока. Ну, молока берите стакан, но выливайте смесь в полстакана молока. Остальные полстакана я просто добавляла, где смесь суховата или где-то что-то мне нужно было добавить. Я добавляла молочко, чтобы, ну, получить вот такую вот более... Где-то мне нужно было погуще, где-то пожиже, поэтому, в принципе, я вот эти полстакана молока еще, в принципе, использовала. Общая сложность, приготовьте, как бы, стакан молока. И сахар. Сахар я клала всего в стакан, но это по вкусу, кто любит сладкое, кто не любит сладкое. Я не очень люблю сладкое, поэтому я сделала так. И для всего остального, там, орехи, кокоса и стружка, какао, имбий, простите, что у нас там было? Корица, ваниль, ну, все, в принципе, как по вкусу, кому кто как что хочет, с чего хочет, какие добавки. Ну, как-то так, пробуйте, делайте. В принципе, это очень-очень вкусно. Всем пока-пока!